Сейчас я вам скажу очень важное объявление, чтобы на мой канал не прилетел страйк. В данном ролике не осуществляется никакого взлома, и сам автор канала против какого-либо взлома и читов. Все моменты, где якобы показан геймплей игры Stand of 2, это на самом деле монтаж. Посмотрите на этот нож, который у меня в руках. Пока что этого ножа в Stand of 2 нету, но тут ключевое слово пока что. Дело в том, что недавно такой ютубер как Виля рассказал нам, что на самом деле разработчики Stand of 2 покупают именно уже готовые модельки ножей. И вот сейчас посмотрите на вот это приложение, где как раз и продают модельки ножей. Давайте внимательно присмотримся к этим картинкам. Как мы можем заметить, в этом паке есть те ножи, которые уже есть в Stand of 2. Соответственно, можно сделать вывод, что вполне вероятно, в будущем какой-нибудь из этих ножей добавят в Stand of 2. Отдельного внимания заслуживает вот этот нож. Возможно, что когда вы смотрите этот ролик, обновление 0.16.0 уже вышло. Но когда я снимаю этот ролик, этого обновления еще нету. Так вот, в трейлере к версии 0.16.0 на секунду был показан этот нож, который и должен появиться в обновлении. Правда, в трейлере он был показан не полностью, потому что он был убран в чехол. Но зато здесь мы его можем рассмотреть во всей красе. И что самое интересное, мы можем прям реально посмотреть, как у нас будет выглядеть наш нож прямо в руках. И вот, пожалуйста, нож из обновления 0.16.0 у нас прямо в руках. Напишите в комментариях, нравится ли он вам или нет. Сейчас, если что, нам показывается стандартная анимация обычного ножа. Но мы ее можем поменять. Допустим, на анимацию ножа Байонет. Из-за того, что наш нож четко прикреплен к нашей руке, наш персонаж будет атаковать противника рукояткой за место лезвия. И это выглядит довольно некрасиво. Дальше давайте сменим нашу анимацию на анимацию ножа Керамбит. И посмотрим на это все. И в итоге, анимация довольно интересна. Даже несмотря на то, что наш большой палец правой руки проходит сквозь нож. А теперь у меня есть к вам вопрос. Какое оружие в стендл 2 по функциональности похоже на нож? Но при этом это оружие ножом не является. Что это за оружие? Даю вам 10 секунд. Я считаю, что это был довольно сложный вопрос. И ответить на него, скорее всего, могли далеко не все. Ну и правильный ответ это бита. Из обновления 2 years. Бита очень похоже по функциональности на нож. Но при этом бита это не нож. Логично. Так вот, зачем я вообще вам про это рассказываю? Дело в том, что в файлах стендл 2 я нашел анимацию этой биты. И решил добавить эту же анимацию биты вот на этот нож. И посмотреть, что дальше будет. И в итоге мы сразу видим, что мы теперь держим наш нож сразу двумя руками. Словно наш нож это меч. Если мы сделаем удар, то у нас опять создается такое ощущение, что в руках у нас реально есть меч. Ну а если мы решим осмотреть наш нож, то мы получим вот такую анимацию. Как и с анимацией керамбита, у нас тут тоже проходит палец сквозь нож. Но в целом анимация нормальная. Ну и далее мы посмотрим на анимацию ножа бабочки. А вернее, мы ее совместим опять же с этим ножом. Давайте на это посмотрим. И это, пожалуй, самая странная анимация из всех, которую я вам показывал. Так как наш нож, в отличие от ножа бабочки, не раскрывается на две части. Помимо этого ножа, мы можем также добавить другие ножи, которые есть в этом паке. И которые вполне возможно добавят в игру. Допустим, вот этот нож. Мне как раз он больше всего и нравится. Не, ну реально, он очень красивый. Еще есть также вот такой нож. Мне он в принципе тоже нравится. Но не так сильно, как прошлый. И также есть еще и вот такой маленький нож. И лично мне он зашел не сильно. Еще в этом паке ножей есть не только ножи. А также есть вот эта мачете. И в наших руках она кажется реально довольно большой. По сравнению с остальными ножами. И самое интересное. Если мы на эту мачету поставим анимацию биты, то она просто идеально подойдет к этой мачете. В этом ролике я еще хочу обратить внимание на автора всех этих ножей. Только представьте, именно он создал нож керамид для стендов 2. Нож М9 и новый нож из 016.0. И кстати, знаете, сколько он на этом все заработал? Всего лишь 10 долларов. Потому что именно столько стоит этот пак с этими ножами. Но вот что интересно, некоторые из этих ножей в стендов 2 стоят даже дороже, чем этот пак. Причем некоторые стоят даже в 10 раз дороже. И это, конечно, заставляет реально задуматься. И да, возможно вы в этом ролике обратили внимание, что у нас какая-то странная карта. Тут и зона 9, и провинция, и Сэнстоун. И все эти карты каким-то образом даже объединены. И если вам интересно узнать, что это такая за карта в стендов 2, то жмите на это видео. Также жмите на меня, если вам зашел мой контент. И, конечно, обязательно ставьте колокольчик на все уведомления. Потому что если вы это не делаете, наш ютуб канал вообще перестанет продвигаться. Ну и как всегда, с тобой был Хипфейк. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok